Ребята, всем привет! Я Даша, тот самый кинолог из тиктока. Спасибо большое, что пришли посмотреть это видео. С вами сегодня Рамзес. И сегодня я буду делать макияж в домашних условиях как у Гуар, и буду рассказывать вам лайфхаки по воспитанию собак. Рамзес, я надеюсь, будет сегодня с нами. Прежде чем я нанесу сыворотку, я очищу кожу вот таким тоником от Биотером, нейтральным, для нормальной комбинированной кожи. Далее я нанесу вот такую сыворотку от Lumine. Мне вообще нравится финлянская косметика. Она подходит для нашего климата, так как я живу в Санкт-Петербурге, и я пробовала разную косметику, в том числе и израильскую дорогую. Но, ну, по моим ощущениям, мне больше подходит косметика из финки. Lumine идеально для меня. По поводу собак. Рамзесу два года, кто не знает. Рамзесу мы решили взять, ну как, случайно, когда я еще не была кинологом. И, собственно, он побудил меня пойти учиться, так как я всегда думала, что собака — это так просто, так легко. В детстве у меня всегда жили собаки. У меня жили метисы, дворняги, и как-то никто особо не парился по их воспитанию. Как сейчас я помню, проблемы были, так как моя собака прошлая сбегала и попадала под машины. И когда я взяла Рамзеса в квартиру, я думала, что будет проще. И у нас появились сложности с супругом. В частности, сложность, так как, когда мы уходили с ним на работу. Рамзес устраивал дома погром. Он был, он устраивал истерики. И, как бы, я очень переживала по этому поводу. И переживала, что он один, что на нас могут пожаловаться соседи. И все в таком духе. Далее, крем вокруг глаз тоже такой от Lumine. Кто самоецкая морда? И вот такой крем с SPF 30 с фильтром, так как сейчас солнце. Молодец! Ай, какой хороший мальчик! На! Блин, надо теперь после тебя еще. Я обращалась к разным специалистам и кинологам и зоопсихологам, но каких-то лайфхаков, они давали крутые советы, но каких-то практических лайфхаков я из их знаний для себя не подчеркнула. То есть собака как переживала одна, так как бы все и осталось. Вот. Так, дальше, в качестве тональной основы я буду использовать от Bourjois CC крем, вот такой. Он довольно недорогой, не помню, сколько он стоит, но, в общем, он не супер дорогой. Я заказала его на озоне, и он на самом деле для меня немножко темноват, для моей кожи. Но, в принципе, когда я закончу макияж, я нанесу еще пудру, и макияж должен выглядеть более-менее гармонично. Вот такой. Вот он на моем пальце. Сейчас вы увидите, что на коже он такой будет, ну, кожа будет с эффектом загара. Собственно, я нашла в Питере годичные курсы. Там, получается, у нас были лекции по зоопсихологии, по ветеринарии, по анатомии собаки, по этологии. Вот. И, собственно... А, у нас еще была также семейная психология, потому что собака сейчас в современном обществе — это неотъемлемый член семьи. Если раньше собак использовали для охоты, для охраны, то есть было такое пользовательское отношение к собаке, сейчас собака живет с нами в квартирах и в домах как полноценный член семьи. Соответственно, собака стала к нам ближе, и из-за этого с собакой больше проблем, и нам хочется как-то адаптировать ее в семейный... Нам хочется адаптировать ее в семейный круг, чтобы и ей было комфортно с нами жить, и нам было комфортно жить с собакой. Собственно говоря, на этой философии основывается вся моя сегодняшняя деятельность. Я помогаю людям адаптировать собаку, чтобы она комфортно проживала в семье, и чтобы ей было комфортно, и чтобы всем остальным членам семьи было комфортно. Сразу скажу, это довольно нелегко, это нужна работа со стороны хозяев, сплоченная работа. И если все делать правильно, то с большей вероятностью, что собака адаптируется, и она адаптируется к разлуке, адаптируется к вашему режиму, и вам будет комфортно, и ей будет комфортно. Рамзи, иди сюда. Давай. Ай, хорошо сидеть. Супер. Дай лапку. Давай лапку. Молодец. Какой умный мальчик. Да. Вот. Сейчас Рамзесу два года, он больше не устраивает такие погромы, как раньше. Он не воет, я ухожу, он спокойно уходит на балкон спать. Правда, все равно иногда бывает, что я оставлю, забуду оставить какую-нибудь обувь, он может ее погрызть, но на самом деле это все решается просто тем, что вы убираете ненужные вещи, и как бы собака остается спокойней. Мэйбеля. Ну, у меня на самом деле очень глубоко посажены глаза, и поэтому у меня всегда синячки под глазами. Это не из-за того, что я не высыпаюсь или болею, просто у меня такая анатомическая особенность глаз, к сожалению, как и у моей мамы. Этот уже консилер, он довольно старый, он непросроченный, но я им пользуюсь уже год, наверное, и меня он устраивает, потому что он очень хорошо маскирует именно вот синячки под глазами. Блин, прыщички меня бесят, но, блин, как я на самом деле только не боролась, у меня всегда из-за цикла у меня появляется на подбородке прыщи, и я даже пыталась там на правильное питание перейти, не есть жирное, не пить молоко и есть меньше сахара, но, к сожалению, блин, это не помогло. Помогает только уход, и то не каждый раз. Бывает, все равно высыпят, и все, и как бы как хочешь выводи это. Собственно, не знаю, мне кажется, уже проще смириться или на косметолога выучиться, наверное, вот что мне поможет. Далее я использую хайлайтер вот такой от Mixed. Он на самом деле у меня уже тоже так довольно давно, может, год. Но мне нравится, потому что он такой не особо яркий, и в то же время он подсвечивает нужные места. Вот я себе подсвечиваю лоб и скулы немножко. Потом будем это все еще закреплять с сухим хайлайтером, поэтому я его не буду сильно много использовать. Потому что у меня нос длинный, как у вороны. Поэтому вот так. Собственно говоря, если вкратце по поводу того, что собака плохо остается дома одна, я хочу сразу сказать, что перед тем, как вы планируете щенка взять, вам нужно все-таки подумать над тем, чтобы взять отпуск. Если вы работаете, собака будет оставаться дома одна, планируйте отпуск на время, когда вы заберете собаку у заводчика или из приюта. Кстати, в приюте я тоже работала, поэтому, если у кого-то есть вопросы по поводу, как адаптировать собаку из приюта, вы можете также мне писать в комментарии, и я следующую тему выберу и расскажу уже более подробно. Так, прежде чем приступить к макияжу век, я нанесу вот такую базу под тени от NUX. Мне вообще нравится NUX косметика, она недорогая, и в то же время для домашнего использования она оптимально, оптимально как профессионально, я даже не знаю, как это назвать. Но, в общем, если у вас нет особо много денег, и вы хотите качественный макияж делать сами дома, то, мне кажется, смело можно использовать фирму NYX. Я буду пальцами наносить, потому что кисточкой... У меня на самом деле много, очень много этой основы на кисточке, и когда я окрашу кисточкой, она у меня растекается по глазам. Мне некомфортно. Так вот, по поводу отпуска. Да, вы берете отпуск и заранее решаете... Лучше это сделать до того, как вы взяли собаку. Вы заранее решаете, будет она спать с вами в кровати или нет. Если вы решили, что вам не нужна собака в кровати, значит, вы щенка сразу с первого дня не берете на кровать. Ему на кровать нельзя. А так как маленький щенок, скорее всего, сам туда забраться не может, то... Та-дам! Скорее всего, если у людей есть жалобы, что собака ссыт в кровать, писает в кровать, если у людей есть жалобы, что собака писает в кровать, как правило, они сами туда ее взяли и приучали с рождения. А так как щенок, он терпеть не умеет, он писает... Ну, вот там, где он находится, там он и писает, собственно. Поэтому, пожалуйста, жалобы, ваши жалобы в том, что собака писает в кровать, это ответственность полностью ваша. Карандаш я им подвижное веко прокрашу. Межресничное пространство. Вот такой Вивьен Сабо. Мне вообще нравятся бюджетные такие варианты, как Никс и Вивьен Сабо. Особенно, ну, может быть, для профессионалов это будет слишком, там, дешманское. Турманская фигня. Но я люблю, потому что я не так уж часто крашусь. Если я крашусь, там, пару раз в месяц ярко, я думаю, хуже я себе точно не сделаю. Мне еще нравится, что он такой мягенький, и когда я крашу межресничку, у меня глаза вообще не слезятся. Я не знаю, может быть, это моя особенность просто такая анатомическая, а не плюшка карандаша именно. Ну, я прям довольна. Если собаку приучить правильно успокаиваться в клетке, то он будет спать там и ждать, пока вы придете и с ним поиграете. Но для всего этого вам нужно ваше терпение, нужно время, нужно максимально правильно и терпеливо к этому отместись. Да. Скажу сразу, лично у меня нет клетки. Но как бы не потому, что я вам советую, а сама такая, ай, 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 я насоветую, я сама не буду клеткой пользоваться. Потому что у нас довольно маленькая квартира, у нас однушка, и у нас большая собака. И, собственно, у меня нет места, куда бы поставить эту клетку. И скажу, я расплатилась этим тем, что мы делали ремонт в прихожей, потому что в один прекрасный день я пришла с работы, Рамзе съел все обои, съел клинтуса, выбил дверь в гардеробную. У нас гардеробная такая маленькая, как кладовка. И там стояла такая раздвижная дверь, она вот такая, как книжечка. Оп. Оп. И там лежали мои вещи, и он, видимо, я даже не знаю, что случилось. Может быть, кто-то звонил в домофон в это время, или звонил в дверь. Но, в общем, он устроил жуткую истерику, видимо, потому что я об этом не знала. Я тогда еще не была зоопсихологом. И он, собственно, выбил эту дверь. Я прихожу, у меня дверь болтается на одной крючке, у меня валяются мои пуховики зимние, съеденные, у меня валяются мои джинсы, мои сапоги, сожжатые в хлам. И как бы вот это была последняя капля, прежде чем я сказала, Сука, я пойду, надо с этим что-то делать, и я пошла учиться. У нас еще воду отключили горячую, господи. А у нас бойлера нет, потому что санузел маленький, некуда поставить бойлер. И я моюсь из кастрюльки. Вот такая вот бедная жизнь в Питере, а вы говорите. А вы все хотите мегаполис, мегаполис, да? Вот вам мегаполис. Брови. Брови у меня от природы черные. Я ничего не делаю с ними, не крашу никак, я только чуть-чуть их выщипываю, чтобы у меня тут такая извилинка была. Вот, поэтому я прозрачно, использую прозрачный гель тоже от Vivienne Sabo. Обожаю, блин, Vivienne Sabo, она недорогая. И она недорогая, и она довольно качественная для меня, на мой вкус. Я им такую легенькую форму придаю. Трам-пам-пам, легенькую форму. Вот они. Вот такие брови. Не знаю, мне кажется, мало что изменилось, но они чуть-чуть стали поровнее, наверное, да? По поводу румян. Я купила такой... Я даже не знаю, это не румяна, это от Ok Beauty, бренд такой в интернет-магазине. Я их год назад нашла. Ха, у меня вся косметика годичной давности. Тинт, это тинт. То есть это такой пигмент насыщенный. И когда я его заказала, он мне не понравился сначала, потому что он такой был жидкий. И в интернет-магазине говорили, что его можно использовать еще как... Ну, как тени, как румяна, как бальзам-помада для губ. Как помада для губ жидкая. Но у меня это все скатывалось, это было лето, у меня это все скатывалось, и я прям так не взлюбила, потому что я заплатила за этот тюбик, по-моему, тысячу рублей, или даже больше тысячи рублей. И такая фигня. А недавно я стала им пользоваться заново, и мне понравилось. Наверное, потому что летом действительно жарко, кожа потеет, все плывет, а в весеннее время, в принципе, все держалось неплохо. Я буду использовать сейчас, в этом макияже, я это буду использовать просто как румянчики такие. Хотя у меня кожа и так темная. Ну ладно. Румянчики, вот. Так вот, стиру. Эта клетка является его лежанкой, она стоит рядом с вашей кроватью. Потому что щенок, как и маленький ребенок, он пока еще не умеет спать один. Потому что дома у заводчика, он жил в стае, он жил со своей мамой, он жил с братьями, сестрами. Когда вы его забираете, это для него является стрессом. Потом ночью, когда вы ложитесь спать, а он не хочет спать, и он остается в темноте один. Это для него тоже стресс. Соответственно, щенок пытается залезть к вам на кровать, плачет, ноет. И в этом случае большинство совершают ошибку. Они не выдерживают, и они берут собаку в кровать. Ну, если вас устраивает то, что он с вами спит, окей, это ваш личный выбор. Я не могу как бы что-то рекомендовать. Но чаще всего хозяев не устраивает, что щенок с ними спит. Потому что щенок писает там, где он спит. Он может упасть с кровати. Вы боитесь, что вы его ночью задавите своим телом. А это тоже бывает, если особенно собачка маленькой породы какой-нибудь. Поэтому вы покупаете клетку. Клетка всегда открыта. Это его домик. Это его безопасное место. Клетку вы ставите рядом со своей кроватью. Соответственно, вы приучаете щенка к клетке тем, что вы туда его заманиваете лакомством. Вы его там гладите, кормите вкусняшкой, успокаиваете. Собалька успокаивается, засыпает. Он там спит днем. Все хорошо, все прекрасно. Можно взять игрушку у заводчика какую-нибудь, положить в эту клетку, чтобы собака тоже понимала, что там ее запах, там запах его мамы. И, соответственно, первую ночь, когда вы спите, клетка стоит рядом. Вы можете положить туда руку, если собака активная и он отказывается там спать. Он ложится на вашу руку, засыпает, привыкает к вашему запаху, который уже смешался с запахом его мамы, если там соответствующая игрушка лежит. И так потихонечку он спит. Если он просыпается, клетка открыта, он может пойти погулять. Пеленка лежит рядом, на которую он должен ходить в туалет. Он туда ходит в туалет. Вы не встаете, не просыпаетесь, не берете его на руку. Если он сильно тревожится или плачет, можно встать, чуть-чуть поиграть с ним на полу, но не на кровати. И дальше ложиться спать, чтобы щенок тоже шел в свою норку засыпать. И, соответственно, этот процесс не быстрый. Так вы делаете минимум пару недель. Потом уже можно клетку на ночь закрыть. Собака ложится, успокаивается, вы его кормите за то, что за эмоцию успокоения вы его поощряете. Вы даете ему вкусняшку. Он засыпает. Вы можете успокаиваться в клетке. Вы клетку закрываете, оставляете очки. Медведь. Ты медведь мой. Ты мамин медведь. Я буду использовать для... Вместо синего карандаша я буду использовать вот такие жидкие тени от NYX. Они темно-фиолетовые, но мне кажется, они должны мне подойти. У меня есть такая кисточка с Азона. Она была самая дешевая, короче. Такая вот обычная для теней. Так как моя база под тени уже подсохла, можно нанести желтенькие тени. Вот, я наношу желтые тени. И крашу уголки, уголки. Причем у нее так они на самом деле выделены ярко. Мне кажется, у нее намного ярче пинут. Но у нее наверняка и NYX какой-нибудь. Не знаю. Какие там профессиональные есть? Пишите мне, пишите, какие профессиональные крутые тени есть. Я уже не шарю, я так любитель. Сверху под бровями такой розовый, но другого. Растяжка розового цвета, но уже другая. Сейчас попробуем, как у меня это получится. Сейчас буду клоуном каким-нибудь. Божечки, божечки. Вот такой следующий по насыщенности я беру розовый. Вернее, как следующий? Первый по насыщенности розовый я возьму. И аккуратненько рядышком. Сверху вниз движениями я наношу розовый тень. Уголок глаза внешний фиолетовым финишем. И мы возьмем вот эти фиолетовые тени. Фиолетовые же, ну, вроде фиолетовые. Я крашу. Когда не нужно смешивать цвета, я стараюсь красить сверху вниз. Потому что если красить вот так, то у меня все смешается и будет прям жуткая грязь. И так, наверное, грязь у меня будет. А так вообще просто жуткая грязь. Ой. Тяжело быть женщиной, да? В современном мире. Прикрасься. Ухаживай за собаками. За детьми. Эх, работай. Да? Ну, вот что такое получается. Непонятно, интересное. Дальше. Я буду использовать подводку гелевую Vivienne Sabo. Блин. Волосина, да? Подводку. Я буду использовать гелевую подводку от Vivienne Sabo. Обожаю ее. Я так не хотела ее покупать. А теперь я так рада, что она у меня есть. У нее отдельная кисточка. Вот, откручиваем крышку и набираем. Я тут уже попользовалась ей, как видите. Вот, чуть-чуть. Оп, убираю немножечко. Оп, оп, оп. И можно делать стрелку. Удобно. Мне, например, удобнее пользоваться гелевой подводкой, потому что ты можешь сама кисточкой стрелку нарисовать. А когда я держу подводку фломастер или маркер, у меня она постоянно вот так вот прыгает. Не знаю. Потому что толстый фломастер, а кисточка тоненькая. Хрен знает. Не знаю, кто любит тоже подводку такую гелевую, напишите. Итак, стрелочка готова. Она у меня тонкая, потому что у меня глаза, уголки глаз опущены вниз. И я стараюсь, наоборот, их всегда поднять. Потому что у меня маленькие глаза еще смотрят вниз. И если я сделаю стрелку по анатомии глаз, я вообще буду такая грустная. Грустненько. Дальше. Я вижу, что далее. Если у вас, например, нет возможности купить клетку, или вы по моральным каким-то причинам не желаете ее покупать, считаете, что это прям стопроцентное абсолютное зло. Окей. Я не могу у вас договаривать. Я не могу с вами спорить. Потому что главное, чтобы было комфортно вам. В таком случае вам придется подготовить какое-то помещение. Это будет комната, или прихожая, или кухня. Ну, кухню, кстати, я не рекомендую кухню. Потом расскажу почему. В котором собака будет оставаться тогда, когда вы уйдете. Во-первых, естественно, вам нужно будет убрать все провода. Хорошо закрепить плентуса. Если собака большая, то убрать все со стола. И с кухонного стола, и с плиты. Потому что щенок крупной собаки может дотянуться. Как, собственно, было и у меня. У меня стоит рядом с кухней диван. Я потом покажу это в видео. У меня стоит рядом с кухонным гарнитуром диван. И пока нас не было, Рамзес забирался через диван на гарнитур. И он поребил нам всю посуду. Хорошо, что он сам не поранился. Все было хорошо. Но мы очень переживали. И нам пришлось поставить там заглушку. Чтобы невозможно было с дивана забраться на кухонный гарнитур. Вот. Вам нужно об этом продумать. Еще такой есть момент. Я все-таки рекомендую пользоваться. Особенно первое время. Пока щенок еще не понимает, что он может грызть все, что хочет. А потом со временем это понимание к нему придет. Он будет пробовать на зуб. Он будет пробовать ваши обои, плентуса, ламинат. Стенки, ножки у бухонного стола. Но обязательно смесью, которую вы можете купить в зоомагазине. Оно продается в таком пульверизаторе. Там компоненты, которые для собак обычно не опасны, но они неприятны на вкус. Соответственно, вы этим обрабатываете плентуса, ножки. Можно даже обработать немножко ковер. Чтобы если собаке в голову придет попробовать это все на зуб, то ей это не понравится. И я советую это сделать в первый раз, когда вы будете находиться еще дома. То есть вы подготавливаете это помещение для щенка. Щенку на тот момент должно быть, ну, хотя бы две недели должно быть, как он живет у вас. То есть это не должно быть сразу. Я привожу щенка в новый дом и сразу его оставляю. Тут нервная система может вообще не выдержать. Он будет просто истеричка сходить с ума. Нам главное не испортить собаке психику. Соответственно, вы остаетесь дома. Вы обрабатываете этим раствором все, что может съесть собака. Убираете все, что ей не надо есть. Обрабатываете все раствором. Оставляете ей игрушку конг. Я вам объясню. Покажу, может быть, фотку. Конг это такая полая игрушка из прочного силикона, которую, как правило, собака не может разгрызть. Внутри она полая. Вы туда накладываете какое-то жидкое лакомство, которое собака уже на тот момент попробовала. И вы поняли, что на это лакомство нет аллергии, нет плохого стула у собаки от этого лакомства. Я, например, использовала для Рамзеса детский творожок Тёма. Он нежирный, и Рамзес его любил. Вы накладываете это в конг, кладете в морозилку, и когда это все заморозится, достаете и оставляете это в комнате у собаки. Также можно использовать разные лакомства. Например, кто-то использует бычий корень, рубец, кусок рубца, кусок свиного уха. Это должно быть какое-то долгоиграющее лакомство. Просто, как правило, ухо или бычий корень, он все равно собакой съедается полностью, и вам придется покупать заново это лакомство. Это довольно накладно бывает. По поводу конга, он стоит недешево, он, по-моему, стоит... Ну, хороший конг я покупала, он стоит в районе тысячи рублей. Но эта игрушка надолго. То есть вы каждый раз можете менять потом корм влажный, который вы туда кладете. Эта игрушка надолго. То есть вы каждый раз на ночь его замораживаете, перед тем, как уйти на работу, вы его достаете, оставляете с собакой. И таким образом у собаки как бы нет выбора грызть что-то, кроме этого конга, потому что ножки, стульев и столов и плентуса вы обработали невкусным раствором, а у собаки остается вкусная вкусняшка в виде конга или в виде другого долгоиграющего лакомства, которым он будет заниматься. Таким образом у него нет времени на тревогу, таким образом, если тревога есть, потому что вы все-таки ушли, а для собаки неестественно быть одной, то эта тревога вымещается на грызении конга, на доставании лакомства оттуда. А не на вой, не на истерику, не на разбрасывание вещей, не на попытку что-то съесть, что ей нельзя. Друзья, еще такой момент, есть миска для медленного кормления или коврик для медленного кормления, если я найду картинку, я вам тоже оставлю ее здесь. Она подходит не всем, потому что есть собаки, которые плохо ориентированы на пищу, и они могут лениться, доставать оттуда свой корм. Это хорошо, когда собака у вас на сухом корме, вы понимаете, да, потому что влажная, ну хотя влажная может быть тоже кто-то может засунуть, натуралку я, не знаю, моя собака на сухом корме лично. И, соответственно, вот вы высыпаете туда утреннюю норму корма, оставляете ему миску для медленного кормления, оставляете ему конг, оставляете ему какую-либо игрушку, которую он не сможет разгрызть и проглотить. Я не советую оставлять оленирог, не советую, потому что собаки все-таки умудряются в некоторых случаях отгрызть острый кусочек или сгрызть его до маленького состояния, и вот этот маленький кусок проглотить, и это все чревато какими-то плохими последствиями, в том числе и смертельными. Поэтому я рекомендую все-таки оставлять то, что почти 100% безопасно, потому что вы не сможете вовремя отреагировать и вернуться с работы. Далее я вижу, что угар... Вернемся к макияжу. Далее вернемся к макияжу. Я вижу, что угар обработан на нижнее веко синим карандашом. У меня синего карандаша нет, как я говорила. У меня есть вот такие жидкие тени, они вкусные. Мне, кстати, их в подарок дали, когда я на зоне делала заказ. Вот, они фиолетовые, но в принципе, я думаю, они будут похожи выглядеть. Я наношу... Ну, вот кисточка их. Кисточка обычная, как у жидких теней, как у любого консилера. Я... А-а-а... Что-то мне жжет там. Бля. Обрабатываю, короче, вместо карандаша этими тенями. Так. Вот так, если видно. И я немножко по стрелке, которую я делаю гелевой подводкой, я тоже пройдусь тенями, потому что я вижу, что угар тоже есть что-то подобное. Вот так получилось. Я не знаю, видно или нет. Блин, мне не проморгаться. Вот, кстати, в отличие от карандаша Юйен Сабо, тени Нюкс, они щипят слизистую. Мне прям очень некомфортно это делать, блин. И я вижу... И еще я вижу угар, что у нее также под нижним веком тоже все прокрашено тенями, но уже сухими. Поэтому сейчас... Я возьму фиолетовый оттенок. Вот этот. Я возьму фиолетовый оттенок. Вот этот. И прокрашу. Нижний век. И вообще все в комментариях. Кстати, спрашивайте у меня, какую тему вы хотите разобрать в следующий раз. Я выберу самую интересную, самую популярную, и мы ее разберем онлайн, что делать, если собака убегает, например, или собака тянет поводок, или собака очень возбуждается, или собака кусается. Кстати, вот за агрессию я, честно, это моя такая нелюбимая тема, потому что, когда я училась, я работала в приюте с алабаями. Вот, проходила там практику. У меня был алабай спокойный, у него была другая проблема, он боялся из клетки выходить. А коллега моя работала с алабаем, который не был спокойный, и он все время хотел побить моего. И один раз они сцепились, и это было очень страшно, потому что мы ничего не могли сделать. Мне пришлось орать, звать на помощь, и если бы нам там волонтер один не помог, я не знаю, чем бы это все закончилось. Вот, собственно, вот так. Так, глаза вроде как-то вот так у меня получились. Не знаю, ярковато, да, так ярко. Ну, в принципе, нет, неплохо. Ладно, попробуем делать контуринг. На самом деле я не люблю делать контуринг, потому что у меня он плохо получается, но я заказала себе такую классную штучку, которую почему-то все блогеры очень любят. Ну, не почему-то, я заказала себе такую классную штучку, которую любят все блогеры почти, от NYX. Это палетка для контурирования, и там есть такой, как, не знаю, я считаю, что это хайлайтер. Не знаю, как вы считаете, как считают профессиональные визажисты, но для меня это хайлайтер. Вот. Поэтому сначала я нанесу, у меня такая кисточка тоже обычная. Блин, ну, кстати, их помыть я. Я вчера красилась, я не помыла, честно скажу. Ну, я же сама себя крашу, я же никого не крашу, кроме других. Я возьму этот хайлайтер, нанесу тут на щечку, на яблочко. Сюда. И нанесу темный контуринг под щечку, под яблочко, аккуратненько темными. И с этой стороны. Ну, как? Красота. Красота. Вот так пойду гулять с собакой. Ох. Ну, и беленьким. Я это все закрашу. Беленьким. Вот так. Вот так. Трам-пам-пам-пам. Вот так закрашу. Ну, как-то вот у меня, кстати, получается, но все равно грязновато, да? Зато лицо такое сразу худое. Да? Или нет? Ну, вот. Ну, кстати, с этой стороны можно чуть-чуть побольше закрасить. Ох. Дальше. Я беру пудру пупа. Обожаю запеченная пудра пупа. Я ее... Помадка. Помаду я не знаю, какую выбрать. У меня есть такая от NYX помада. Есть от EFRACHE помада. Оба такие. Масс-маркет, но я люблю такое. Это матовая, а это глянцевый такой блеск. Он будет такой, как натуральный, но такой глянцевый. А этот тоже ближе к натуральному, но он матовую дает поверхность. Объясню. По поводу работы с тревогой собак, когда собака остается одна. Еще такой момент. Очень многим, по моей практике, помогает, когда вы оставляете двустороннюю связь. То есть это может быть старый смартфон со скайпом, который вы устанавливаете где-то, где собака находится, в том помещении. Но так, чтобы собака ее не достала. Потому что, когда вы начнете с ней разговаривать, она может это все свернуть. Ей будет это интересно понюхать. Или видеокамеры можете установить. Сейчас много китайских камер, которые, в принципе, недорогие с микрофоном. Вы ее устанавливаете тоже в комнате, где собака живет, пока вас нет. Устанавливаете микрофон. Себе качаете приложение на телефон. И общаетесь прекрасно с собакой. И вы можете пробовать, если собака уже к этому моменту, к тому моменту, когда вы уходите, собака должна хотя бы какие-то базовые команды знать. Там сидеть, какая-то короткая выдержка у щенка, место. И, соответственно, вы уходите, общаетесь с ней по скайпу, оставляете лакомство и говорите ей место, сидеть. И смотрите, как она, будет ли она реагировать на ваш голос, когда вас нет или нет. Если не будет, к этому тоже надо постепенно приучать, закрывать собаку в какой-то комнате, уходить в соседнюю и общаться с ней по скайпу. Учить ее общаться по скайпу так, чтобы она вас слушала, чтобы она успокаивалась, когда вас нет. Чтобы у вас голос был как лекарство для нее волшебное. Чтобы вы сказали ей сидеть. И она успокоилась. Она пошла спать в клетку, на свою лежанку, полежала, поспала, все прекрасно, все довольны, все счастливы. Квартира цела, это самое главное. Поверьте мне, я делала ремонт за 50 тысяч в прихожей. Поверьте мне, лучше сделайте вот так, как я сказала, чем на собственном опыте пройдете все, через что прошла я. У меня есть тушь популярная от Кабаре, Vivienne Sabo, обожаю. Я заказала ее вообще по скидке, она в 140 рублей у меня обошлась. Честно, уже дороже стоит, но я успела отхватить. У меня реснички такие, они как у паучка получаются, такие все загнутые и перекрещиваются постоянно. Ну что, вот так вот я выгляжу с тушью. По-моему, макияж удался, он хотя не такой, конечно, как у Гуар, но похожесть и тенденции есть. Я все-таки решила и фрошей намазать губы. Ну что, ребятки, понравился вам макияж или нет? Понравились ли вам советы, такой формат? Пишите, пожалуйста, в комментарии, ставьте колокольчик, мне очень приятно, что вы досмотрели это видео до конца. Вам всем большой привет от Рамзеса и подписывайтесь в следующих видео, будет много интересных лайфхаков по воспитанию собак. Будет много интересных рассказов про Рамзеса, про мой личный опыт, как я работала с собаками, как я работала с Рамзесом и что для этого надо сделать. Спасибо большое, всем пока!